Продолжение следует... Живой человек по имени Роман, которого лишили гражданства, которого пытаются лишить родины и жизни, и которого, в общем-то, лишили даже пропуска для перемещения по оккупированной территории. Территория, напоминаем, оккупирована некой ООО фирмой РФ. И вот определение о назначении времени и место рассмотрения дела об административном правонарушении. И вот такая некая... Я, начальник отдела по вопросам миграции МВД по Николаевскому району Жуковская Европетровна, определил... Женщину на морском лице пишет, определил назначить рассмотрение дела об административном правонарушении. Номер такой-то 25 января 2019 года, составленный по статье 19.16 КАП РФ на 10 часов 25 января 2019 года в отделе по вопросам миграции. Вот. Сейчас живого человека в отделе по вопросам миграции, кстати, вот, подпись я здесь не ставил. Это вот международный штамп, если кому из них известно и неизвестно. То есть, паспорт, который хранился в моем кармане, вовнутреннем, и которым у меня бандитским образом выхватил некий судебный пристав, так называемый... Так называемый, так называемый, тюмоданов. Отсюда вытащил из него. Здравствуйте. Это называется небрежное хранение. Здравствуйте. Я пришел к вам. Ну, начальник хотела по вопросам миграции. Какой проверить это? Очень интересно. С какой ширины вы снимаете? Мы снимаем для того, чтобы зафиксировать фактор его нарушения, возможный. И чтобы в части федерального закона об антикоррупционной деятельности, путинского закона, контролировали наши права. Прошу обратить внимание... Так же, 29-я статья Конституции, пункт 4. Объект не является режимным. Мы снимали здесь, делали съемку неделю назад. На следующий день объект стал сразу режимным. Прошу обратить внимание, что в помещении находятся граждане, которые не давали свое согласие на видеосъемку. Ваши действия могут нарушать и гражданские права. Прошу прекратить видеосъемку. Это мое законное требование. Хорошо. Довожу до вас так, что в случае неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, вы будете привлечены к административной ответственности по статье 19.3 Коак-РФ. Во избежание негативных последствий я предупреждаю вас, что обнародование и дальнейшее распространение изображения сотрудников либо граждан, которые присутствуют, ведет... Я требую убрать видеосъемку. Такого согласия я не даю. Если вы записываете и выкладываете средства массовой информации, без моего согласия, я буду обращаться в суд о защите чести и застольство по факту нарушения распространения моих персональных данных. В последствии федеральным законом 152-м от основных данных. Можно теперь мне сказать? Хорошо. Мы вас услышали. И хотим спросить, вы находитесь сейчас на работе? Да. Вы работаете где? Вы работаете где? Ваше рабочее место находится где? Мы сейчас находимся в миграционном отделе ОМВД, правильно? По Николаевскому району. По Николаевскому району. Вот это вот главный... Начальник отдела по вопросу миграции ОМВД России по Николаевскому району Жуковская Вера Петровна. Находится при исполнении, находится в форме. Согласно, значит, закона о полиции, рекомендована мне съемка. Мне рекомендована съемка. То есть я сейчас хочу, чтобы мои права не нарушались никоим образом. И поэтому я даже не требую, я обязываю вас войти в правовое русло. То есть вы не можете требовать. Я сейчас пришел в свое личное служебное время. Я написал на работе записку, что сейчас, согласно вот этого вашего определения, я должен быть здесь. Я тратил свое личное время. Я пришел, и вы теперь мне запрещаете съемку. Вы находитесь на рабочем месте. Я имею полное право записывать вас здесь, собирать и распространять информацию. Для того, чтобы люди знали, что здесь происходит. А происходят здесь какие-то непонятные мне дела. Давайте все сделаем прозрачным, как говорит Владимир Владимирович Путин. Вы против Путина? Нет. Нет. Вы против его законообразности? Федеральный закон 152-й гласит о том, что я не даю распространения на разглашение своих персональных данных. Я требую прекратить видеосъемку. В части закона 152 кто может требовать? Сотрудник полиции. Сотрудник полиции может требовать. Покажите мне этот федеральный закон. Федеральный, у меня его с собой нет. Почему вы так не подготовились? В части статьи 29-й Конститутной Российской Федерации в пункте 4-м я имею право собирать и распространять информацию всеми удобными для меня способами, включая, естественно, да, средства. Я еще раз говорю, непоминовение сотруднику полиции. Непоминовение вы не можете сейчас здесь сделать и эту статью применить. Почему? Потому что еще раз я говорю, Конституция, вы согласны с Конституцией Российской Федерации? Абсолютно. Вы согласны с ней? Согласна. Конституция Российской Федерации является высшим нормативным актом? Высшим. Высшим. Поэтому все ваши федеральные законы 152-е, вы сейчас сами сказали, подпадают под Конституцию. Конституция – высший федеральный акт. Вы на рассмотрение протокола. Я на рассмотрение протокола. Рассматриваю он здесь. Вы хотите там меня запретить съемку? Там я не буду заходить к вам. Это ваше вражеское судно. Ваше судно. Ваше судно. Ваш пиратский корабль. Я захожу в него и становлюсь сразу его невольником, этого судна. Я обязываю вас здесь рассмотреть, потому что будет производиться видеосъемка. Сотрудник не хочет рассмотреть. Мы тебя, вообще. Он хочет меня, чтобы я пошел туда. Я еще раз говорю, я буду производить видеосъемку. Если вы даете мне слово, что все будет хорошо, мы сейчас проходим сюда вместе с моим оператором и будем рассматривать под видеокамеру. Если вы не согласны на своем пиратском корабле рассматривать протокол, в котором вы меня виноватите, потому что, объясняю еще раз, что происходило. Живой человек по имени Роман, 20 декабря 2018 года, в районе 15-16 часов, вернувшись с обследуемого участка рабочего и находясь в рабочем офисе по адресу указанному, подвергся нападению троих неизвестных. Неизвестные утверждали, что они являются судебными приставами, исполнителями и должны принудительно доставить меня, живого человека, в судебный участок номер 42. Доверенности согласно приложению 1, я его прилагаю, у неизвестных отсутствовали, документы не имели признаков мастичной печати, двое из них были одеты не по форме судебных приставов, и один из них был в форме. Значит, вкратце, меня доставили в так называемый судебный участок 42, по дороге избили, то есть несколько раз ударили головой по двери, дверь машины и дверь помещения. Потом, некий пристав судебный, так он себя назвал, чемоданов, в окружении других приставов я стоял, расстегнул вот эту мою куртку, я был именно в ней, залез вот сюда вот в карман, вот сюда в карман, достал паспорт, и больше я этого паспорта не видел, о чем я написал в объяснении на имя начальника Чабаненко 20.12.2018 года. Мое заявление вернулось в ФССП, то есть тем, кто меня ограбил и сбил, естественно, они сказали, что все хорошо, мы ничего не делали. Видеокамеры, я попросил, вот Жуковскую предоставить мне данные, мне сказали, что все рассмотрели без вас, все отлично. И теперь мне говорят, что я небрежно хранил в кармане, в собственном кармане, свой паспорт. Вот это мне пытаются ингриминировать сейчас. И пытаются меня просто развести, понятным языком объясняю, на деньги, на 1500 рублей. Это нормально вообще. Еще, скажу более того, меня просят принести, так как у меня украден паспорт, меня просят принести свидетельство о рождении. Я опасаюсь принести оригинал живого свидетельства о рождении, почему? Потому что у меня также может быть вызван ряд полиции, просто так, в силу какого-то неповиновения, сегодня вы слышали это сами, отобрать у меня свидетельство о рождении и сказать, ты его небрежно хранил, Роман. Поэтому сейчас я предлагаю начальнику отдела мне все объяснить, рассмотреть протокол на месте, в присутствии оператора видеокамеры общественности. Давайте здесь, я не буду ходить. Пойдемте, у нас написано 106 кабинет. 106 кабинет. Подойдите сюда, пожалуйста, 106 кабинет. Этот кабинет является пиратским кораблем, заходя на который по закону морского права я не имею никаких прав. И все права на меня, они же считают, что я физлицо, а не живой человек, имеют. Вот этот вот так называемый начальник Жуковская Вера Петровна, у которой даже доверенности представлять вот эту вот организацию нет. Давайте спросим, у меня у вас есть доверие? Согласно 615-го, приказываем выедать им. Пойдемте, я вам что-то объясню. Оп, человек, нет, я не пойду с камеры. Вы хотите сейчас что-то сделать, какие-то права. Вы не можете ничего требовать. Вы не можете ничего требовать. Персональные данные. Он у вас будет, как у физического лица, когда вы снимете форму. Я предоставлю вам. Снимайте форму, выходите на улицу и будете вы частным человеком. Это удостоверение. Давайте я посмотрю внимательно. Так, читаем. Майор полиции Жуковская Вера Петровна, начальник отдела по вопросам миграции. Так, действительный. По 8 сентября 2020 года. Печати мастично я не вижу, вижу голограмму. Это подделка. Дальше. Паспорт у вас есть, чтобы сверить, чтобы идентифицировать. Первая буква заглавная, обратите внимание, остальные строчные. Сейчас посмотрим, что написано в паспорте и нет ли там разночтений. Может, полицию вызовут? Пока не стоит, они сами вызовут. Потому что мы же только тебя будем снимать. И еще интересно спросить у нее, у Веры Петровны, приносила ли она присягу гражданина Российской Федерации. Вот законно висит у нее такой интересный. Она может быть гражданином? Я сомневаюсь. Вот паспорт. Жуковская Вера Петровна, все буквы написаны заглавными. Все буквы заглавными. То есть несоответствия идет. Вот удостоверение. А давайте сверим с вами прямо сейчас. Прямо под камерой. Я уже все пока... Я не собираюсь ничего. Значит, удостоверение написано первая буква заглавная, остальные строчные. В паспорте все буквы написаны заглавными. То есть несоответствие разночтения в документах. Какое из этих документов есть? Прошу обратить внимание, что здесь присутствуют граждане, которые свое согласие на видеосъемку тоже имеют. Гражданам никто не записывает на видеосъемку. Вы даете согласие на свою съемку? Гражданам никто не записывает. Никто не снимает. Дорогие граждане. Нам вот Татьяна Валерьевна. Нам вот. Надо вот. Граждане очень сознательны. Они понимают, что происходит. Что их пытаются вовлечь в процесс, который грозит стать преступным. Пока еще мы, слава богу, удерживаем сотрудника. В рамках правового поля. В рамках правового поля мы удерживаем сотрудника от необоснованных решений. Видимо сейчас, потому что так, время столько у нас. Если посмотрю, я отпрашивался ненадолго. Так, 10 часов 16 минут. У меня еще буквально 5 минут с вами. Давайте мы рассмотрим протокол прямо здесь. Мы не пойдем никуда рассматривать. Рискнем. Меня будет записывать мой оператор. Вы даете? Я согласен. Вы согласен не даете. Но здесь мы записывать можем. Мы записываем только Романа Сергеевича. Только меня. Вы можете обратить внимание. Только меня. Хорошо, выходим тогда сюда. Я не буду здесь сидеть, в этом вашем пирасском коробе. Нет, нет, нет. Только, только так. Только в рамках правового поля. У меня Конституция. Мой главный документ. Оказывается, это... Оказывается, это... Замечательно. Это... Одну ногу я здесь, одну здесь. Земля ничья. Подлежит рассмотрению дела под названием шахтином. Нельзя? Нельзя. Покажите, пожалуйста, приказ здесь по вашему помещению. Уберите ваши документы. Уберите ваши документы. Здесь должна быть стойка. Я должен подойти к стойке и получить документы. Роман, задай вопрос. Есть ли здесь нарушения со стороны чиновников на запрет видеосъемки? И каким образом мы можем восстановить это право? Покажите документ, на основании которого вы мне запрещаете. Нет. Это ваши слова. Пока просто ваши слова. Ну, это административная статья минимума. Ваши слова о человеке в форме без доверенности. Вообще нелегитимного здесь. Это прецедент проверки. Это не федеральный закон о полиции в день. Закон о полиции в день. Он предусматривает у сотрудника полиции иметь удостоверение, уже было удостоверение в закон. Уберите? Ой, докруйте. Я пока не докажу. Покажите, пожалуйста, мне сканирую на копию этого федерального закона, подписанного Путиным. У меня сейчас этого закона не будет. А он точно есть? Он есть? Он есть. Федеральный закон о полиции, подписанный Путиным, есть, вы утверждаете? От 7 февраля 2011 года. Подписанный Путиным, он есть? Ну как же. Он есть? Есть. Существует такой раз. Здорово. Значит, начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Николаевскому району, Жуковская Вера Петровна утверждает, что у нее есть сканированная копия, экземпляра федерального закона о полиции, подписанного Путиным. Еще раз, утверждаете? Федеральный закон, если вы хотите, вы его... Вы сказали только что. Подписанный Путиным. Здорово. Хорошо. Ты декламируешь, что тебе говорить будут? Теперь, значит, я... Давайте мы перенесем, перенесем наше слушание протокола, и вы мне в следующий раз покажете федеральный закон о полиции, подписанный Путиным. Давайте ходатайся, Рома Путина. Выносите ходатайся, мы пока подождем. Нет, вы запишите ходатайся. Пиши, пиши, пиши. Рома, пиши. Такую фишку... Так, ручку у меня и бумагу. По России никто не покажет. Да. У нас в Николаевске, ребята, лучше всех. Кто-то получает паспорта просто без росписи, а у нас люди просто отказываются вообще получать документ, который неправильно заполнен и требует... Кстати, я тоже пока прошу вас, видимо, в силу вот этих разных причин, вы не успеете выдать мне бланк паспорта. Поэтому, пожалуйста, продлите мне заранее временное удостоверение. У вас действует еще временное удостоверение на фото по времени... Вы хотите... Вы уже сделали меня мигрантом. Мигрантом в моей родине. Это тем еще раз, кому... Сейчас я отдам эту памятку руководителям вот этого отдела. Это, пожалуйста, вам. Ага. Печати поддельные, да, у всех? Внимательно ознакомьтесь на будущее, когда будете совершать противозаконные действия. Возможные. В каком форме писать кадатайство? Ручку дайте, пожалуйста. И кадатайство там есть. Благодарю. Держи. На имя... А, на имя ваше, да? Если вы сюда можете пока подойти. Человека не снимаем. Да мы не снимаем. Не снимаем никого. Не... Никаких прав не нарушаем. Не нарушаем. В твоем случае. Абсолютно. Так, ну что, пишем кадатайство. Ага. Время дураков в черной форме прошло. А, вот, 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 видите? Видите, вот у меня мигрантская справка. Мне, да, на, мигрант, посмотрите, какая печать. Вот только что я дал людям документ ознакомиться, чтобы они посмотрели. И вот эта печать, во-первых, она просто по размерам не соответствует. Минимальный размер 40-42 миллиметра по диаметру. Глаз должен быть к ней. Вы такой молодец. Давайте я вам... Мы стараемся за всех. Давайте я вам покажу это все более... И вот здесь ваша подпись в том, что вы согласны с этой офертой, которую он навязывает. Ну, я подпись свою не ставлю, то есть я не согласен с этим. Не согласен. Ответственность вступает. Да, ответственность я такую на себя не беру. Я не мигрант. Так, секунду. Где моя сумка? Сейчас мы эту печать... Давайте верим, чтобы не быть голословным. У меня с тобой есть простенький инструмент, называется штангер-церкль. Все вы знаете. Ну, он у меня неповеренный, скажу честно. Но давайте мы замерим. Какой же у нас все-таки размер этой печати. Давайте вот показываю. Так. Так. Смотрим. Ну, смотрите вот. Чуть-чуть более 30-30 миллиметров. Ну, если бы быть точным, я измерил 31,4. Переноси. Неликвид. Неликвид. ГОС 5-1. И вот здесь у меня расписался начальник подразделения по вопросам миграции. Хоть здесь написано. А в паспорте, если человек откроет, там этого не написано. Фамилия, имя, отчество тоже не написано. Так они же фальшивые. Так, конечно, зачем подписываться в Аус-Вейси? Что вы говорите? Ходатайство просит. Ходатайство переносит. Хорошо. Пишем. Так. Роман, заметь, какие вежливые сотрудники. Не кидаются с кулаками, не плюются, не вызывают полицию. Учитывая, что мы находимся в полиции, и не вызывают здесь ни полицию, ни казаков, хотя могут это сделать. И еще меня более радует тот факт, то, что сейчас меня никто не сбивает, ничего меня не отбирает. Видимо, все-таки видеокамера каким-то образом успокаивает. Всем выйти из сумрака. Так, ладно, пишем. Так, ходатайство. Ну, ты говоришь, чтоб людям громко. Ну, значит, пишет, живой человек, так и пишет. Живой человек. Блонка у меня с тобой нет никакого. Я не думал, не рассчитывал, что здесь меня опять подвергнут такой процедуре, краже моего времени. Живой человек по имени, как и на моем канале, просто Роман. Так и можете ко мне обращаться. Все живые могут так обращаться ко мне. Далее, Роман. Адрес, место жительства по-любому надо указать, да? Ну, мы его не скажем. Ну, мы напишем просто. Ну, все, кто смотрит мои каналы, в общем-то, у меня вся моя жизнь прозрачна, как и рекомендует мне мой президент Владимир Владимирович Путер. Наш президент. Наш президент. Ну, я тут, я не нахожусь под экраны. Они сказали, они сказали, то что, жена звонит, прошу прощения. Они сказали, что я небрежно хранил паспорт свой в кармане, когда меня избили судебные пристава и вытащили у меня паспорт из кармана. Я должен где-то в сейфе на Google охранить паспорт. И теперь вот я объясняю, мне хотят с меня денег, хотят взять. И начальник отдела по вопросам миграции, знаешь, чего утверждают? Что у нее есть подписанный Путиным федеральный закон о полиции. Я хочу взглянуть на этот, на скан. Снова добрый день. Мы ждем уже второй час. Мы ждем второй час уже. Вы сами себя задерживаете? В смысле мы задерживаем. Это вы меня задерживаете. Давайте... Вы мне какую-то компенсацию принесете, что я вот не работаю сейчас. Вы заявили ходатайство, мы вам отвечаем. Ваше ходатайство. Я думаю, что пора выносить оферту сотрудникам, которые отнимают мое личное время. Вы нет, вы меня превращаете в преступника сначала, потом сначала в мигранта, потом в преступника. Не знаете своих нормативных документов, кому-то звоните, с кем-то консультируетесь. Вы деньги получаете здесь, в моей. Почему так долго пишите? Давайте я за компьютер сяду. Определение? Вы кого определяете? Определяют закон, все. Не сказали, какие пункты. По каждому твоему пункту расписано. Я надеюсь, покажут мне все-таки подписанный федеральный закон Путиным. Или это просто так останется словами? Нет, это записано, что-то. Сотрудник не может этого не знать. Если бы его подписал Вася Пупкин, то я думаю, это тоже бы стало известно. А может быть, они подделывают подпись Путина. Вера Петровна, можно к вам вопрос. Вы приносили присягу гражданина Российской Федерации, согласно федеральному закону, который у вас писали? Федеральный закон, который принял гражданство. Принял. Понятно. А вы приняли гражданство? Вы проходили процедуру гражданства Российской Федерации? Не проходили? Автоматически. Вы сейчас сами задерживаете. Как вы сказали, автоматически? Вы сейчас сами задерживаете. Вера Петровна, начальник мигрантского отдела, говорит, что мы автоматически становимся гражданами. Это просто удивительно. А как это автоматически? Это надо еще один запрос дать. Какой-то договор оферты, что ли? А это где-то записано? Записано. Записано. Подписывая форму, они мне объясняют, подписывая форму Г1 или Б1, я автоматически приобретаю гражданство Российской Федерации. Непонятно вообще, что такое. Родившись в России, ты приобретаешь гражданство Российской Федерации, и присягу тебе приносить не надо? Получается, что так она говорит, ей не надо. А если тебе не надо приносить присягу гражданину России, значит ты можешь делать все, что хочешь? Значит можно Родину предавать? Ну вот я это и наблюдаю, что вот это все и делается. Вот в этих стенах, вот в этих стенах. Измена Родине. Советскому Союзу же измена, а как может двойное гражданство иметь в Советском Союзе? Получается так. Итак, после полутора часового ожидания нам тут выносят какие-то определения, постановления, уже не знаю, я уже устал. У меня рабочий день весь накрылся сегодня. Я вам выставляю оферту, сверх регламента время вы отработали, найдете мой лицевой счет и каким-то образом мне компенсируете мои сегодняшние время потери, время затраты. Какой регламент рассматривания ходатайства? Вы полчаса с ним стоите. Полчаса. Какой регламент рассматривания ходатайства? Подходите сюда, чтобы вас было слышно, что вы там говорите. Ваш кабинет нельзя заходить, вы говорите, у вас есть подписанный президентом Путиным федеральный закон о полиции, в котором написан запрет, как вы говорите, на съемку в вашем кабинете. Прячетесь от людей. Непонятно, чем это. Мы говорим ходатайство, посвященник от джайцева Романа Георгиевна. Вусофон включаем, вот, раз, дополнительно. Прячетесь от людей. Какие? Какие? Служебное удостоверение. Вот. Служебное удостоверение. Дальше. Что еще они имеют? Имеет, выдается жетон. Подумка. Вот. И другие документы не предусмотрены. Не предусмотрены. Дальше. Соответственно. С пунктом 11. Статья 23.3 ОАРФ. Сейчас мы ее зачитаем. В соответствии со статьей 23.3 сотрудники пункта 11. Руководители структурных подразделений по вопросам миграции территориальных органов и заместителей об административных правонарушениях предусмотрены. С частями 1.2.3 ст. 1.8 ст. 18.9, частями 1.4 ст. 18.10, статьями 18.15-18.18, частью 1 ст. 18.19, статьями 18.20, 19.8.33, 19.15-19.18, то есть в том числе и ст. 19.16. Руководители структурных подразделений имеют право рассматривать эти протоколы. Поясните неправомерность запрета на видеосъемку. И федеральный закон, подписанный Путиным о полиции, вы мне обещали. С законом о полиции вы можете ознакомиться с дежурной части. Подписанный Путиным, вы сказали, что у вас есть экземпляр, подписанный Путиным, сканированная копия. Я требую показать, подписанный Путиным, федеральный закон о полиции, который у вас есть, вы сказали. Если вы хотите ознакомиться с законом о полиции, он находится в дежурной части. Подписанный Путиным, вы сказали, что у вас есть закон о полиции, подписанный Путиным, федеральный закон о полиции. Не отвечает мне. Не отвечает. Подписанный Путиным, законом о полиции, мне отказываются показать. Его нет, пожалуйста. Ну, сказала женщина, что у нее есть. Полиции ст. 24.3 КУАРФ. Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи, фиксировать под рассмотрение дела об административном правонарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция отсутствующего рассмотрения дела об административном правонарушении по радио, телевидению и информационной темой телекоммуникационной сети интернет допускается в разрешении судьи органа должностного лица, рассматривающего дело об административном правонарушении. Конституция Российской Федерации, ст. 29 в пункте 4. Сейчас руководствуемся кодексом Российской Федерации об административном правонарушении. Административного правонарушения нету, поэтому я не являюсь участником административного правонарушения. Вы мне не можете его доказать. Поскольку это не влияет на существо правонарушений, то мы продолжаем рассматривать протокол об административном правонарушении. И поближе подойдите, чтобы вас слышно было хорошо. Экземпляр, пожалуйста, мой дайте мне подписанный, вами завизированный, то, что вы у меня получили, мое ходатайство. Сделайте, пожалуйста, побыстрее. Я на работу опаздываю. Я должен работать, чтобы вас содержать. Рассматриваем протокол об административном правонарушении. У меня слово будет мне сказать? Конечно. Хорошо, давайте рассматривать. Сейчас. Рассматривается дело об административном правонарушении начальником отдела полководства миграции, подполковником полиции Жуковской Оргой Петровой. Подвижит рассмотрению дела об административном правонарушении, предусмотренным статьей 19.16, совершенным гражданином Василия Легерации, зайцем Романом Сергеевичем, 26.06.1975 года рождения. Выразившееся в допущении недрежного хранения документа удостоверяющего личность гражданина, паспорта, повлевшего его утрату, чем нарушен в том 17 положение о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации, от 8 июля 1997 года, номер 820. Так, на рассмотрении присутствует, поздравить, что Роман Сергеевич, ваш документ удостоверяющий личность гражданина. Вы опять у меня заберете, как паспорт его украли у меня? Нет, чем? Мы не забираем. Не забираете? Мы выдаем. Мне нужно камеру из рук отпустить. А это вообще суд, да? Да, это уже суд какой-то. Непонятно. Непонятно, кто дал право судить живого человека. Расшифровку статей тебе дадут? Доступна. Да, видимо, дадут. Доступна. Распечатку, да, статей дадут тебе? Все-таки по ходатайству там не все так понятно, да? Вот он мой. Аусвейс, временный, кстати, Аусвейс, который они почему-то продлили только до 3 февраля. Это чтобы тебя поймали. Да, чтобы меня поймали. Ну, это так, случайно. Держите Аусвейс, пропуск для перемещения по территории Советского Союза, которое оккупировало ООО РФ. И как мы не хотим войти в правовые рамки, нам ставят запрет. Так, значит, это рамки. Затем, нам нужно будет вращен. О дате времени лиц рассмотрения дела. Вречено определение о рассмотрении правонарушения. Дальше. Значит, разъясняю права и обязанности участвующих лиц в рассмотрении дела. Статья 25.25.1, часть 1 КУАП РФ. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, справится на помощь со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять подателство и отводы, пользоваться и медической помощи, защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим кодексом. Защитника дайте мне, пожалуйста, с лицензией. Сейчас прям. Вы должны защитникам. Давайте защитника мне. Вы предоставляете защитника мне. Вы меня обвиняете в том, что у меня из кармана судебный пристав украл паспорт. И я небрежно хранил его в своем кармане. Вы должны защитникам прийти, защитник должен иметь документ. Это вы мне должны защитника предоставить. Вы же меня судите. Почему я должен от вас защищаться? Я вам вроде деньги плачу, вас содержу, а вы на меня тут опять меня чем-то обязываете. Я еще раз объясняю. Паспорт у меня украден из кармана. Я не мог его небрежно хранить. Я вам дам слово по поводу... Еще раз вам объясняю. Мне в сейфе хранить его с ружьями вместе, паспорт, чтобы у меня с пристава его не украли? Или как мне это сделать? Я даже не представляю, как. Вы сейчас у меня забрали опять временное удостоверение, так называемое. А зачем вы копию делаете? Я вам не давал право копию снимать. Держать. У вас очень проявляет, это белого мельчатина, провожаемого сельма. Почему вы хотите? Ходотайство. Вы делаете копию? Вы думаете копию я с него сделаю? Ваши ходотайцы. И форму П1 мне еще приготовьте. Я буду забирать ее. Вы что делаете со всем? Со всем с ума посходили? Я снимаю копию вашего ходотайства. Ходотайство снимайте. Вы попросили копию ходотайства. Ходотайство снимайте. Паспорт ни в коем случае не трогайте. Это не паспорт. Это временный план пропуска. Временное достоверение личности. Это временный план пропуска. Боюсь, что он градушный. Живой человек не расписывается в сатанистских книгах. Докажите свою правомощность, что вы можете здесь находиться. У вас нет недоверенности по 615 федеральному закону. Не в соответствии с налоговым кодексом. Вы не можете представлять юридическое лицо. Позовите Чебаненко, с ним будем разговаривать. Гражданство у вас какое? Тоже неизвестно. Паспорт показали. Паспорт не является доказательством. Он не является доказательством вашего гражданства. Паспорт с нарушениями вы знаете. Бланк паспорта так называемого. В удостоверении полицейского и в бланке так называемого паспорта у вас разночтение. Так, значит, согласно приказу МВД России от 1 января 2007 года о подтверждении инструкции о порядке оформления выдачи, регистрации, учебной отмены доверенности, выдаваемой для предоставления интересов Министерства внутренних дел доверенности дается для совершения юридических действий, связанных с представлением МВД России суда общей юридической арбитражной суда, в том числе актрессионной, конституционной и надзорной инстанцией по гражданским делам. Так вы же меня судите сейчас? Вы ввели на себя право судить живого человека. Как чувствует моя доверенность, у меня есть доверенность. Показывайте. Подходите сюда, показывайте. Мне к вам сюда заходить нельзя, вы сказали с камерой. Вот у меня доверенность. Подходите, показывайте. Я должен посмотреть, что это такое. Смотри, есть доверенность? Доверенность без печати, какой-то просто бланчик. Сейчас доверенность написал Чебаненко. Стоит подпись, доверяет чего-то большой текст, но печати нет. То есть опять не доверяет. Чебаненко не может доверить. А если Чебаненко не может доверить сотруднику, то как могу я доверить ему сейчас рассматривать какое-то мнимое дело? Этот сотрудник не является легитимным. Еще неизвестно. Где моя справка? Еще неизвестно административное ли это преступление? Дайте, пожалуйста, патализированное вот это вот когда-то преступление. Я покидаю ваше помещение. Я покидаю ваше помещение. Что это такое еще? Доверенность с печатью. Покажите наверху. Опять. Показывает доверенность, говорит, с печатью, а наверху ничего нет. Показала какой-то бланчик. Снизу печатью. Но вы закрыли рукой. А на кого доверенность? Покажите ближе сюда. Покажите ближе. Не показывает. Вы не показали. Но пройдите. Вы нагло врете. Вы нагло врете. Повышаете голос на меня. Отдайте, пожалуйста, мне мое садатайство. Я покидаю ваше помещение. А садатайство уже предоставлено. Копию дайте сканировать. Я пошел. Я сейчас в полицию пойду, вызывая, чтобы она так. Сейчас нарушаются мои права. Где, где, где то, чтобы мне доверили. Поставьте, пожалуйста, свою лидеру. Так, вот здесь, пожалуйста, расскажите. Рекредито свои, подставьте, чтобы вы приняли у меня это, как это так. Поставьте, чтобы я вас ознакомила. Сначала на моей доверенности поставьте то, что вы приняли у меня, как положено. Число, время. Написал я его? Да. Оставьте время обязательно. Нормально, синяя лучка. Ничего, надеюсь, здесь синяя, решительная. Большая. Что здесь подсканировано, непонятно, что это такое. Да, не синяя лучка. Торная. 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 Роман, самое забавное, что мигранты выдают документы мигрантам. Самое главное, да. Я говорю, Николай, впереди планеты Северка. Люди просто получают паспорта без подписи, потому что не соглашаются с этой офицей. А мы тут доказываем людям, чтобы они стали людьми. Конечно. Будем. Мы же все граждане Советского Союза. Продолжение следует... Продолжение следует... Принял начальник УВН. Значит, доверенность не была предоставлена. Начальник не является правозаконным здесь. Не имеет никакой правовой основы, чтобы представлять здесь вообще интересы юридического лица. И поэтому мы уходим. Всего доброго. Так, я к вам притяжу 3 февраля и получаю у вас паспорт. Всего доброго. Вы нелегитимны здесь. Вас нету просто. И мы покидаем это помещение. Держите. Кират. Вера Петровна, всего доброго. За паспортом придем. Что-то еще тут было. Подготовьте, пожалуйста, клятите наше усвоение, потому что в понедельник я буду человеком без удостоверения. Итак, резюмируя сегодняшнее приключение, вот это вот цирковое представление, которое нам устроили, так называемые сотрудники фирмы полиция. Миграционной службы. Мы поняли, что у начальника отдела нет недоверенности. Начальник отдела вообще не владеет правовой основой вот этих вот документов, на которые они ссылаются. И еще у нее есть федеральный закон о полиции, подписанный Путиным. А еще он и мигрант. Друзья, подписывайтесь на канал. Правда победит. Жизнь живым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова